Комментарии. Хотел поблагодарить нас за атмосферу. Рад, что вернулись на центральный. Рад, что поле. Не рад, а хотел поблагодарить за хорошее поле, качественное. Просто, что на «Динамо» играли. В общем-то, сейчас, когда вернулись, ну, разница колоссальная, конечно. Ну, и поблагодарить, действительно, за хорошую атмосферу. Жадок. К сожалению, что не получилось победить. Но, опять же, что случилось, то случилось. Он еще не потерял два «Авчика» или приобрел на два? Как это? Я думаю так, что первое, это, конечно, мы... Те возможности, которые нам дал соперник, те возможности, которые мы могли реализовать и должны были реализовывать. Ну, должны не будем говорить, но мы могли реализовывать. Мы их не реализовали. Почему и не реализовали? Ну, конечно, тут определенная опытность команды, то, что мы должны быть вариативны. И ту структуру, которую соперник предложил, мы должны были больше с него выжимать и больше позитивно с него использовать. И опасных моментов создавать и ударов, и, в общем-то, голов. К сожалению, мы подстроились под Жодина. И стоит это признать. Мы начали играть в качели, туда-назад бегать. Они бегали, и мы бегали. А вопрос этой игры, это вопрос, скажем так, ситуативный, спонтанный и безосновательный. Ну, в общем-то, конечно, хотелось бы, чтобы мы использовали эти моменты до конца. Вот, учитывая эти обстоятельства, то, конечно, можно было бы, наверное, сказать, что потеряли. Учитывая то, что есть ничья, Господь дал ничью, но есть ничья, значит, есть ничья. Ну, значит, мы это принимаем от ничью и двигаемся дальше. Расскажите, как Вы считаете, команда уже набрала, в принципе, хороших ходов или еще пока в ТАДе раскачки? Вот, исходя из того, что были перебросы со стадионом, и, ну, то есть, как вообще оценивать с начала сезона? Да, какая оценивать с начала сезона или команда набрала или набрала? Ну, вот, как команда набрала, ну, то есть, как Вы считаете, то есть, уже команда, в принципе, находится в кондиции или еще пока. Да, вопрос, короче, получился, да? Хорошо. Вопрос кондиции, да? Вы спросили, я сейчас сказал, что вопрос опытности команды. А команда приобретает, команда, скажем так, достаточно новичков, и команда приобретает определенную опытность. Опытность в рамках структуры, организации игры, варьирования системы игры, варьирования, скажем так, структуры прессинга, структуры давления, варьирования переходных фаз и так далее, и так далее, и так далее. Пока у нас этого опыта нет достаточно. И, скажем так, в рамках игры быстро отреагировать и быстро перестроиться в некоторой степени достаточно тяжело. Не то, что тяжело, но это надо определенное время. Это один момент. Тут надо время, чтобы все-таки адаптировались, чтобы тот, кто недавно пришел, чтобы они до конца поняли требования и до конца поняли маневры. И, в общем-то, скажем так, то, что Гомель не ограничится какой-то одной структурой игры. Вопрос вариативности, когда ты говорил, что вариативность, она высокая, и мы должны использовать максимально все возможности футбола. Казательно того, как отрезок чемпионата, учитывая то, что у нас какой был график и какие были игры и с кем эти игры были, то я считаю, что, конечно, это начало чемпионата достаточно хорошее. Первые туры были хорошие. Даже в сегодняшнюю игру я понимаю, что у всех максимализм и все хотят побеждать, но надо тоже не сказать, что все-таки это Жозин, это бронзовый призер, это раз. И, конечно, вопрос фактора игры никто не отменял. А то называется игра. То, что в этой футболе и все его любят, то, что ты можешь выиграть, можешь проиграть, может быть, ничья. К сожалению, все не так произошло. Другой вопрос. Можно ли было как-то по-другому реагировать на пенальти? Я думаю, что да. Я думаю, что да. Человек упал без сознания, мяч прокатился по руке, я доказал, что это пенальти. Ну, вопрос, играл ли он этой рукой или мяч попал в эту руку. Хотелось бы тоже тут понимать. Скоро, так говорить, мне не хочется, почему я хорошие эпизоды не видел. Продолжение следует...